МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Крайвер и экскурсовод Лариса Орехова изучила и исследовала множество документов, чтобы узнать, как выглядело это место в начале и середине прошлого века. Это то озеро, которое во времена Карафута называлось парком. И там была зона отдыха, скамейки для любования, катались на лодочках. Сахалинцы, проживающие на улице Сахалинская-3, Сахалинская-5, в 50-х годах вспоминают, как они ходили сюда на пруд, загорали, купались. И тогда он действительно назывался пруд. А вот в начале 80-х провели укрепление берегов на этом пруду, немножко его расширили, и вот с того момента он стал называться озеро Нижнее. А справа от него находился бассейн, и вход на этот бассейн был даже платным, 50 копеек стоит билет. В парке Одзи, который после освобождения южной части Сахалина получил имя первого космонавта, японцы построили несколько фонтанов. Они и сейчас являются неотъемлемой частью паркового ландшафта и, конечно, истории самого большого общественного пространства на Дальнем Востоке. Немного вверх от озера Нижнего был устроен японцами искусственный водопад и стояла беседка. Но у нас на Сахалине погода такая, что если бы не проливные дожди 1947 года и не тайфун Филлипс, который был в августе 1981 года, то мы бы, наверное, сейчас любовались этим небольшим искусственным водопадом и этой беседкой. Восстановить историю городского парка и его фонтанов помогали снимки известного советского фотографа Семена Фриндленда. В 50-х годах прошлого века он был на Сахалине и снимал жизнь островитян, в том числе и на отдыхе в парке культуры. Он был здесь на Сахалине и оставил уникальные фотографии. И вот по этим фотографиям можно вспомнить, что здесь в парке стояло два бассейна. Один бассейн назывался детская плескалка, а второй лягушатник. Ну, детская плескалка была немножко глубже, а лягушатник совсем для ребятишек детсадовского возраста. Это, конечно, было любимое место детворы. В 1949 году весь мир, так скажем, и Сахалин в том числе, отмечал 150-летие Александра Сергеевича Пушкина. И вот возле детского бассейна детская плескалка установили, ну, наверное, догадываетесь, бюст Александру Сергеевичу Пушкину. Богатая история Южно-Сахалинского парка привлекает туристов и историков со всей России. Участница интенсива «Архипелаг-2024» Надежда Орлова из культурной столицы не сдержала своего восхищения. И это при том, что жителей Санкт-Петербурга трудно удивить культурными достопримечательностями. «Хочу такой же, в Петербурге, чтобы было водопады, история, площадка, вантовый мост, выход в зоопарк и невероятные детские… А, еще вот эти у вас классные дорожки для маленьких автомобилистов, они очень сильно вдушевляют. А, еще подождите, мы нашли еще старинный сад камней, что-то такое, там кофейня рядом, мы запутались, заблудились, нашли, поняли, боже, все в одном месте. Хотим так же». Лариса Орехова часто вводит сюда группы туристов. И фонтаны – это то, что всегда радует любознательных людей. Ведь у каждого сооружения есть своя, зачастую очень интересная история. «По главной аллее, которая вот перед нами проходим, напротив входа в стадион, была расположена детская площадка с каруселями. И стояло два фонтана. Вот мы видим мост перед Рогаткой. В конце 50-х здесь, перед мостом, стояли скульптуры пионеров. Один трубач и один барабанщик. За мостиком находился фонтан. Назывался он «Играющие дети». Но как-то не прижилось это название, и все любовно этот фонтан называли «Попсики». Почему? Потому что в этом фонтане один чудесный малыш с очень красивого кувшина поливает другой, другого малыша. И эти ребятишки так озорливо смеются. Поэтому как бы «Попсики» больше даже подходило, чем «Играющие дети». В исторических справочниках часто упоминается выставка «Токусёку-экспо». Она проводилась японцами в период Карафута. Своего рода маленький аналог московской ВДНХ. Чаша этого фонтана «Играющие дети» осталась от выставки «Токусёку-экспо», которая проходила здесь на Карафута в 1936 году. Но она была в два раза меньше чаши фонтана, чем тот фонтан, который они построили с южной стороны. Этому фонтану повезло. Он как-то совсем мало был в забвении. Но он, конечно, пустовал, разбились эти пупсики. А потом он был восстановлен. И с 2019 года сахалинцы уже могли и летом, и зимой любоваться этим фонтаном. Почему? Потому что была сделана диодная подсветка зимой и летом. Но главный фонтан парка имени Гагарина расположен в южной части. Его история не менее богата, чем у меньших по размерам собратьев. В 2019 году на 137-летие города Южно-Сахалинска в парке был установлен светомузыкальный фонтан. Собственно, его диаметр 24 метра, стела также 24 метра и 248 динамических струй, которые вот даже сейчас за моей спиной. Вечером эффект добавляет светодиодная подсветка. И вот эта подсветка идет различными цветами. Поэтому наши сахалинцы очень любят приходить сюда вечером, тогда, когда работает фонтан. Конечно, если сравнивать его с первоначальным вариантом, то современный объект на него мало похож. Но южный фонтан так и остается самым величественным по размерам. Мы все с вами уже привыкли к тому, что, когда входим по Компроспекту в парк, мы видим наш современный уже музыкальный фонтан. Но, думаю, все помнят, как совсем недавно там был такой круглый советский своего рода бассейн. Хотя вот те, кто не застал советское время, могли с трудом догадаться, что это. Потому что в нулевых, например, там детей катали на машинках по этой импровизированной арене. Но нет, это действительно был фонтан, на котором в центре еще в 50-е годы стояла скульптурная композиция «Мальчик, поймавший сетра». Это была такая типовая малая архитектурная парковая форма, которая была впервые создана еще советским скульптором Алексеем Ильичем Тенетой в начале 30-х годов прошлого века. Музыкальный фонтан построили японцы. Тогда он, конечно, музыкальным еще не был. Но он сразу стал центром внимания гуляющей публики. На этом самом круглом основании бассейна стоял еще фонтан в 30-е годы. То есть это был уже японский фонтан в виде башни. Он там появился в 1936 году в честь выставки Такусёку-экспо. Она была приурочена к 30-летию со дня образования губернаторства Карафута. И там в основном были представлены своего рода достижения в промышленности, в сельском хозяйстве. А вот центром всей этой выставки являлся как раз фонтан-башня, с которого били струи воды, а ночью он подсвечивался подсветкой. Огромное по островным меркам сооружение стало главным центром притяжения выставки Такусёку-экспо. Вокруг всего этого фонтана возвели ряд временных экспозиций. Это были павильоны. Главный павильон в центре и павильон, в котором рекламировалась выставка достижений хозяйств. Был очень интересный павильон армии и павильон современного искусства. Все эти павильоны как бы очерчивали круг возле 24-метрового фонтана. Ну, собственно, чаша фонтана выставки Такусёку-экспо, напомню, 1936 года дожила и до наших дней. Долгое время она пустовала, но в 1950 году фонтан заработал. Сейчас парково-фонтанное хозяйство работает летом в постоянном режиме, радуя и сахалинцев, и тех, кто приехал сюда из других регионов страны.